Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аргелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня я снимаю новое видео, такая вся, в ярком худи, с новыми яркими ноготочками, но при этом без макияжа. Вы просили видосы без макияжа, чтобы они были такие более натуральные. Сегодня я вас послушаюсь, потому что многие говорят, блин, Карина, много макияжа, давай хотя бы иногда выпускай видео без него. Но сегодняшний видос я хочу посвятить тематике парней, подкатов, обсудить с вами вообще и поговорить на эту тему, потому что вы все и так прекрасно знаете, я от вас не скрываю, что я много раз была в клубах, да и не раз была в отношениях с парнями. Звучит очень странно, у меня всего было два парня, наверное, за всю мою жизнь, это с учетом таких а-ля серьезных отношений. Нет, если серьезные отношения, то вообще один парень был. Но подкатов было очень-очень много. Причем, так как я девочка нерусской национальности, скажу так, соответственно, в основном я нравлюсь нерусским парням. Ну и за всю мою жизнь я тут сижу как будто бы такая максимально опытная, свои 17 лет. Ну ладно, мне через два месяца уже 18. Но неадекватных парней я, конечно, навидалась. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами историями про неадекватные подкаты парней, как они себя вели по отношению ко мне. Ну и, соответственно, буду ждать вашу критику в комментариях, ваше мнение, точнее, в комментариях, как вы думаете, правильно ли поступали те или иные парни вообще по отношению не только ко мне, так как сегодня я поделюсь. Еще, наверное, парочка историй, которые написали мне мои подписчицы в Инстаграм. Так что, Ник, вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, пишите туда свои истории, и страшные истории, и несправедливые какие-то ситуации. Подкаты тоже можете написать, если что, я сниму вторую часть. А я, в общем-то, не буду долго болтать, просто хочу пожелать вам приятного просмотра. Запасайтесь печеньками вкусным чаем. Сегодня мы с вами пообсуждаем парней, которые ведут себя иногда очень-очень невоспитанно. Не забывайте ставить лайки, а я вам желаю приятного просмотра. Мы можем начинать. Перед тем, как я начну рассказ про неадекватные подкаты, я, наверное, расскажу вам одну такую мини-историю, чтобы вы знали, я еще ни с кем не делилась этой историей. И сейчас я, наконец-то, решилась об этом вам рассказать. Когда мне было, наверное, лет 12, и я еще ни разу не влюблялась в мальчиков, я тогда только-только зарегистрировалась в ВКонтакте и переписывалась там со всякими подружками, сидела во всяких группах. Ну и личные сообщения у меня были открыты. Я тогда со всеми общалась, у меня уже была аудитория, по-моему, подписчиков, ну, тысяч пять. Ну и мне написал однажды парень с очень-очень красивой модельной внешностью. И он мне капец как понравился. Как он мне написал, ему было, наверное, лет 13-14. Я тогда знатно прифигела, что я вообще могу нравиться такому парню. А там прям фотографии с фотосессией, модельная внешность. Такой паренек, который понравился бы ну любой бабе, ребят. Если я сейчас найду эти фотографии, я обязательно прикреплю. Ну, знаете, наподобие вот а-ля вот таких, типа, да, модельные. Я тогда не знала, да, про то, что как бы очень много обмана в интернете существует. Я ведь только-только зарегистрировалась. Ну и, в общем-то, вкратце, да, так как много историй с сегодняшним видео у нас вообще будет. Мы переписывались с этим парнем, ну, давайте-ка так, месяца, наверное, два. Он жил, как он мне написал, в другом городе. И у нас там уже были какие-то мутки. Мы писали, что вот, все, мы наконец-то увидимся. Так как он собирался переехать в Челябинск по совпадению, типа, тогда. Он постоянно мне писал, как я тебя люблю. А я повелась, потому что, ну, была ребенком. Возраст моей сестры, грубо говоря. Ну и когда уже он сказал, что вот-вот скоро приедет, я такая, блин, влюбленная, подумала, офигеть, у меня парень, модель вообще такой крутой. Мы реально сдружились, там у нас были какие-то общие темы для разговора. И тут я его, наверное, первый раз за два месяца попросила отправить его онлайн-фотографию. Ну и, соответственно, так постепенненько я поняла, что он меня обманывает, потому что он постоянно ломался, говорил, что вот, ему сейчас неудобно отправить онлайн-фотку и так далее. И меня знатно обманули. Короче, когда я ему сказала, что, блин, ну, ты, похоже, не настоящий, тебя ведь не существует. И я поделилась всей этой историей со своей лучшей подругой, и она такая, блин, Карин, ты дура? И отправила мне популярный аккаунт нерусского парня в Твиттере. И это, оказывается, были его фотографии. И, короче, я поняла, что меня обманули, скинула этот аккаунт этому парню, и он просто меня заблокировал и исчез из моей жизни. Вот такая вот у меня была мини-любовная история. Я о ней еще никому не рассказывала, знает только моя лучшая подруга. Да-да, вот такая вот я дура в 12 лет была, повелась, ну, с кем не бывает. Парень мне реально тогда понравился, а он, оказывается, нерусский, из Америки. Такая вот я дурочка. Ну, это небольшая такая история для поднятия вашего настроения, чтобы вы поржали надо мной, ну и подготовились к странным подкатам. Ну и сейчас я тоже поделюсь своей историей, когда у меня были свои первые серьезные отношения еще в Москве с молодым человеком. Мы встречались полтора года и пошли в клуб, который назывался «Арена» в Москве. Это было, по-моему, около года назад, что ли. Это я уже про подкаты начала рассказывать. Клуб был такой для золотой молодежи, так сказать. Там покупали столы, за которыми сидели, как обычно это в клубах и происходит, да, и в те, к которым я ходила и хожу. Тысяч за 60, за 70, это еще дешево. Бывают столы и за полмиллиона, и за миллион, и, в общем-то, на эту сумму вам потом приносят жрачку, алкоголь за стол. Мы заходим с молодым человеком в клуб, встречаемся с друзьями-блогерами, так как собрались в компании. Ну и за соседним столом сидел какой-то зажратый мужчина, на вид ему было лет 30, и он сидел с девушками легкого поведения. Давайте так, так как меня тут еще и дети смотрят, да, я не буду выражаться прям так. Но я думаю, что вы поняли, да, какие девушки с ним сидели. Он, естественно, им платил за то, что они с ним там проведут вечер, платил за стол, угощал их всем, что только есть, привел их вот в этот дорогой клуб. Ну и, соответственно, под конец вот этой всей тусовочки этот молодой человек странный очень сильно напился. А мой молодой человек, то есть мой парень, с которым я была в отношениях, отошел в туалет. И я стою, значит, танцую, подошла, знаете, с таким перилом, чтобы смотреть на сцену. И он подходит ко мне сзади и начинает у меня тереться, чтобы вы понимали, да, ребят? Ну, я понимаю, да, алкоголь, там, все дела, он перепил. Эти странные девушки нелегкого поведения, точнее, нелегкого поведения, говорю, легкого поведения, такие смотрят, типа, ой, боже мой. Видимо, он знатно так перепил. Он подходит и трется об меня. Ну, просто как бы танцует там, задевает, трогает меня. Я поворачиваюсь, говорю, молодой человек, вы не прифигели, а в клубе было очень громко. Я сразу же пытаюсь отойти, он идет за мной. И тут я понимаю, что еще друзья-блогеры такие в шоке, а там в основном все девочки, а парни стояли за баром. Я иду, короче, к парням, ну, к блогерам, к моим друзьям, знакомым. Подхожу, говорю, ребят, спасите меня, а этот молодой человек, ну, мужчина, блин, начинает сразу разборки. Ну, знаете, когда люди напиваются, они прям реально себя как-то неадекватно ведут. И он что-то кричит такой, дай мне номер телефона. Я думаю, боже мой, я говорю, молодой человек, я вам ничего не дам. И тут выходит мой парень из туалета, видит всю картину, друзья-блогеры пытаются разобраться, уже отводят его, начинается какая-то драка, впрягается мой молодой человек. Я рассказываю всю эту историю, говорю, ну, он реально себя неадекватно вел, ребят, это я еще то, что разрешено, да, на просторах Ютьюба рассказывать вам рассказала. То есть то, что он мне говорил, это, конечно, был полный капец. И началась драка. И знаете, в чем прикол? Мужик-то от меня отстал, он больше меня не трогал. Его вывели на некоторое время из клуба, а потом он опять зашел и не обращал больше на меня внимания. Так прикол в том, что на меня накинулись, блин, эти девки легкого поведения. Они увидели, что драка как бы из-за меня, походу, да, потому что я пошла, нажаловалась, а ко мне лез этот мужик. Что мне оставалось делать? Самой с ним подраться, блин? И на меня налетают эти девочки, которые были вот с такими вырезами, с чулками какими-то, знаете, из магазина 18+. Просто реально девки разукрашены, им лет, наверное, по 25, по 30, ну реально, ну прям, ну очень стрёмные, разукрашенные. И видно было, что им реально заплатили за то, чтобы они провели этот вечер с парнем. Ну или не знаю, что там как, я в эту тему не вникаю, эти девки накинулись на меня и начали как бы меня бить. Произошла такая небольшая драка, я, соответственно, тоже даю отпор. Очень сильно мы начали как-то дергать друг друга за волосы. Я поняла, что как бы ко мне уже бежит охранник. Это было буквально секунд на 15, долго вот этой драки не было. Но девочка просто одна, вот эта вот стерва, какая девочка, женщина, блин, разукрашенная, легкого поведения, просто взяла мой ноготь, она, знаете, как-то не пыталась меня, да, дергать за волосы, причинить мне какую-то такую больно. Она поступила очень умно. Я бы, блин, так же поступила, если бы захотела победить в какой-то а-ля драке. Она просто берет мой ноготь, она видит, что у меня ногти длинные, и вот так вот его ломает, большой палец. И я помню, он у меня был тогда просто чисто под мясо, из него шла кровь, ноготь был чисто сломан, я не знаю сейчас где он, может быть где-то уже давным-давно на мусорке, но валялся он тогда на полу в клубе, и девочка охрана от меня отвела куда подальше. Ну и, соответственно, они больше ко мне не подходили, но орали они на меня матами, и в итоге я тогда не поняла вообще, в чем я виновата. Вот клянусь вам, вот клянусь, ребят, что все было именно так, как я рассказываю. Это был капец, да, я лишилась ногтя, там чуть-чуть и волосы мне потрепали, ну и в итоге через час я с таким не очень настроением, хотя обычно мне такие ситуации настроения не портят, было много, очень много недопониманий у меня в клубах, и не только в клубах, дальше историю я вам сейчас расскажу. Но я через час все-таки уехала, и поняла, что, ну нахер, да, как бы. Парень подкатывает, лучше сразу идти к охраннику, если он делает это таким образом. А я не додумалась прийти к охраннику, я думала, что мои друзья как бы помогут, и... Короче, капец. Вот эта история была очень жесткая, и ноготь дико болел. Вот это самое главное. Ну и следующей историей со мной поделилась моя подписчица Аня. История очень похожа на подкаты, которые были и в мой адрес. Аня была на тот момент 16 лет, она очень симпатичная, такая худенькая девочка. Она училась на тот момент в девятом классе. Как только у нее закончились уроки, она вышла со школы, ну и шла по направлению домой, так как ее школа находилась рядом с домом, рядом со школой. И она шла по тротуару прямо, чтобы выйти уже к той дороге, что ей нужна. А рядом была дорога, где ездят машины. Ну и, соответственно, она идет по тротуару, рядом дорога с машинами, рядом проезжает какая-то Жигули десятка, реально вот очень такая дряхлая машина. И просто сигналит ей, а девочка идет в наушниках, не понимает вообще, что происходит. Сняла наушник, обернулась, видит, ей там мужик сигналит, как бы окно открыл, и хочет ей что-то сказать. Такое, типа, эй, эй, девка, вот прям реально орет на нее, типа, повернись, иди сюда. Эй, я свистеть не умею, иди сюда, типа. Она делает вид, что ей все равно, что она не обращает на это внимания, как бы, типа, обратно надела наушники, но музыку уже выключила. И понимает, что, как бы, уже на протяжении, ну, минут-двух, этот странный мужчина продолжает ей сигналить и едет прямо рядом с ней. Как она идет, так и он едет, машин было мало. Дорога такая, чисто рядом со школой проехать, поняли? Ну и тут он ей заявляет, типа, эй, да я знаю, что ты меня слышишь, повернись, я тебя до дома довезу, я знаю, что ты тут, эй, каждый день ходишь со школы домой. И, как бы, идти, ну, минут пять. И она поворачивается, говорит, извините, правда, нет, не получится. И тут он ей заявляет такую странную фразу, я бы поржала, реально. Но девочка очень напугалась, как мне написала вот Аня, она говорит, я просто была дико напугана. Я думала, что он меня сейчас насильно просто затащит в эту машину, что заявил этот мужик. Ну, считай, ты меня упустила. И просто закрывает окно вот так вот в своей машине и уезжает. Аня вообще не поняла, что происходит. Мужик тупо сигналил, заставлял ее сесть к нему в машину. Что вообще за бред, я не поняла. Но история очень угарная. Но при этом и это самый настоящий трэш, когда вот так позволяют себя вести парни по отношению к девушкам. У меня было очень много ситуаций с подкатами. И вообще основную часть я хочу вам рассказать в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. Ну и тут дальше мои подписчицы пишут. Вот девочка Оля зашла в метро утром, много людей, толкучка. Свободных мест не было, ей пришлось постоять. И вдруг она чувствует, как к ее телу, ну, точнее к нижней части, что-то прикоснулось. В общем, какой-то странный мужчина об нее терся, она поворачивается, дает ему пощечину. На что он просто берет и убегает. Да, неадекватных людей очень много. Это я вам могу сказать с огромной уверенностью. И мне лично. Не по себе даже такое читать. Ко мне подкатывали в основном парни, которые в себе максимально так уверены. И считают, что они такие единственные, супер брутальные, крутые, красивые типа. Некоторые нагло подходят ко мне и говорят. Дай мне свой номер телефона, иначе я его все равно узнаю. Ну, как бы, понимаете, да, насколько капец. Или же вот эти вот фишки нерусских парней. Кс-кс-кс. Эй. Типа идет красивая девушка, и со мной так было миллион раз. Я иду, и какой-то мужик такой, кс-кс-кс. Девочка. Девушка. Я просто, ну, я не понимаю, что животное там. Или что. Или это считается как бы ласковым подкатом к девушке. Я реально не понимаю. Очень часто до меня докапывались какие-то парни, которые были в нетрезвом состоянии. Но это понятно. Причем докапывались очень некультурно, неприлично. И считали, что они ведут себя абсолютно нормально по отношению к девушке. То есть, там, я не знаю, подойти, шлепнуть за задницу. Да, и такое у меня было. После чего мой знакомый, который был со мной рядом на тот момент, просто отвел его. И, как бы, я не знаю, они там дальше сами разбирались. Непонятные подкаты у меня в директе в инстаграме постоянно от каких-то парней. Типа, эй, ты будешь моей? Ну, то есть, много бредовых ситуаций, ребят, которые я просто отказываюсь даже как-либо комментировать, чтобы вы понимали, это просто абсурд. Я к чему сняла это видео? Во-первых, чтобы вы со мной вместе побыли немножечко в шоке от той истории в клубе, когда на меня накинулись какие-то непонятные бабы с накачанными губами и сиськами, жопами. И на них надета была какая-то только ниточка, и все тело было наружу. Когда мужик себя вел, непонятно. Ну, в общем, ребят, просто будьте аккуратными. В этом мире очень много некультурных парней, которые позволяют себе вот так вот себя вести. Я вам советую, девочки, просто как-нибудь поадекватнее на это реагировать. Не пытаться как-то отвечать в ответ хамством ни в коем случае, потому что это обычно заканчивается плачевно. И сразу идти за помощью, потому что такие парни могут спокойно посадить тебя в машину насильно. От них, в принципе, никаких серьезных намерений ожидать не стоит, потому что, ну, они просто хотят либо самоутвердиться, либо, я не знаю, но это просто самое верхнее воспитание, как я считаю. Истории еще дофига. Я поделюсь этими историями у себя в Инстаграме. Самое главное, я поделилась с вами историей из клуба и рассказала парочку историй от подписчиц. Ко мне еще, я помню, подкатывал кассир, такой достаточно упитанный мужчина в магазине Пятерочка, и он сказал, эй, я тебе сейчас пробью все эти товары бесплатно. Я говорю, ну, не нужно, спасибо, я могу за себя заплатить. Он говорит, нет, я пробью бесплатно. Я говорю, молодой человек, спасибо, конечно, но не нужно, потому что после обычно вот таких предложений, когда девушки соглашаются, происходит что-то наподобие, дашь свой номерочек? Ну, как не дашь? Я же тебе оплатил все твои продукты. Ну, и как бы, когда я ему отказала, он такой, вы можете уходить на другую кассу, ну, чтобы там мне пробили продукты какой-то другой мужчина или там женщина, девушка. Короче, это просто капец, тут просто вот так вот, и я реально, ребят, в шоке с этого мира, с этой планеты, с мужчин, которые ведут себя неподобающим образом. Спасибо вам большое, ребят, что досмотрели это видео до самого конца. Я жду вашей истории мне в директ в инстаграме, как подкатывали к вам. А я уверена, у каждой девочки существуют какие-то смешные ситуации с жизнью, с какими-то подкатами. Я поделилась с вами только одной десятой частью этих подкатов, и хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. С вами была Карина Аргелян. Если хотите вторую часть, обязательно напишите об этом ниже в комментариях, и я сниму, стопудово сниму. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok